Всем привет! Рада вас приветствовать! Кого-то знакомо уже лица, с кем-то мы знакомы, с кем нет. Я была Алена. Сегодня я приготовила для вас презентацию «Три первых шага к ведению онлайн-бизнеса». Почему я вообще об этом говорю? Потому что я, в принципе, сама прошла этот путь. Я прошла путь от того, как была франчайзи компании миграционного консалтинга, вышла на уровень управления этой компанией, создала свою онлайн-школу, а также клуб, в котором можно участвовать и заниматься данной деятельностью. Я вообще помогаю предпринимателям на всех этапах становления их бизнеса, помогаю в основном малому и среднему бизнесу. Что касается миграционного консалтинга, мы работаем по франшизе, масштабируемся. И сфера миграционного консалтинга – это то, как можно, грубо говоря, зарабатывать на миграционных юристах, релторах и все, что связано с миграцией. То есть у нас в направлении – это 80 стран, то есть абсолютно на все можно зарабатывать. И при этом делать это все в режиме онлайн. То есть это очень классно. То есть это, в принципе, никакой не сетевой маркетинг, это реальный действующий бизнес. Когда путем желания многих людей переехать, изменить свою жизнь, вот на этом можно зарабатывать. То есть здесь идет составляющая помощь людям и непосредственно заработок. В этой презентации немножечко во мне, да, как я пришла в миграционный консалт в 2017 году, я купила франшизу компании «Второй паспорт». В последующем очень активно развивалась. Теперь я изняюсь руководителем данной компании. Но при этом сегодня я рассказываю именно о своем бренде, потому что также я имею опыт в том, как работать по франшизе и совместно развивать свой личный бренд и масштабироваться. Я хотела быть сегодня максимально полезной для вас. Также я потом всем, либо в чате просто вышлю данную презентацию, чтобы не просто презентовать себя, а именно донести вот капельку полезности того, что вообще может быть с теми, кто присоединяется к нашему обществу. Наша миссия, да, то есть оказываем миграционные услуги абсолютно по всему миру. То есть у нас есть база партнеров, с которыми мы очень тесно сотрудничаем, да, то есть это вот такое международное коммунити, и можем оказывать услуги клиентам. Но в основном наши клиенты, целевая аудитория, это все страны СНГ, а также клиенты, которые уже находятся за пределами, которые уже втянуты в миграционный процесс, но при этом им не хватает именно русскоговорящих экспертов в области иммиграции, они обращаются к нам. В презентации я хотела рассказать о трех шагах вообще все, кто задумывается, в принципе, об онлайн-бизнесе, не только о том бизнесе, который я сейчас здесь презентую, а вообще каком-либо. На самом деле я вижу, да, в общении с предпринимателями, я вижу, что допускаются элементарные ошибки по следующим, которые вытекают в серьезные проблемы в бизнесе, да, вплоть до банкротства, демотивации и так далее. То есть вот первый шаг – это самоорганизация и дисциплина, потому что всегда, когда мы говорим об онлайн-бизнесе, это мы представляем себя с бокальчиком где-то там, и это все очень классно, прекрасно, и это действительно так, мы должны понимать, что нужно держать этот бокальчик в руках, находиться в рабочем режиме. Это очень-очень важно, да, человек должен уметь все это кардировать. В этом самоорганизация, то есть держим бокальчик, обещаем телефонные звонки, переписываемся и так далее, да, то есть строим какие-то планы, не позволяем себе второго бокальчика, скажем так. Организация собственного рабочего места – это очень важный момент, потому что даже если вы работаете онлайн, вы, в принципе, ни от кого не зависите, там, ни от начальника, ни от того, как бы, конечно, вы зависите от клиентов и от сроков, да, вы начинаете зависеть непосредственно от других людей, да, и очень важно организовать себе вот это вот рабочее пространство, потому что, когда мы, скажем, не имеем какого-то офиса, куда нужно приходить с 9 до 5, нам кажется, что вот сегодня, не будет по магазинам, запросам, еще что-то, и начинается прокрастинация, начинается выграчивание сроков, в интернер-зале, и отсюда все эти протекающие проблемы, поэтому все-таки рабочее место, да, потому что здесь я провела перечень того, что можно, чем можно воспользоваться на начальном этапе, совместить это с первым пунктом самоорганизации, и вот это вот будет маленький стаж. Идем далее. Ну и здесь уже в очень, немножко, все-таки, философские моменты, которые можно будет прочитать в последующем, да, в принципе, важная миссия. Добрый день, небольшая космена кадра. Итак, друзья, я остановилась на том, что мы говорили о финансовой подушке безопасности, это следующий этап, который необходимо соблюсти, это очень важный момент, которым пренебрегают очень многие предприниматели, да, которые вкладываются в бизнес на последние накопленные денежные средства, и потом просто возникает коллапс, то, что нужно продолжать вести свою деятельность, нужно непосредственно вкладывать денежные средства в рекламу, в развитие своей компании, но, к сожалению, предприниматель начинает на всем экономить, да, в силу того, что у него просто нет возможности, да, потратить больше. Ну и, конечно, скажем так, еще не раскрутившаяся компания просто начинает медленно идти на дно, да, то есть предприниматель карабкается вот изо всех сил, он вроде что-то пытается, но, к сожалению, без бюджета, без вот финансовой подушки безопасности здесь очень-очень сложно, да, там брать какие-то кредиты, ну, это тоже крайне не рекомендовано, это, скажем, якорь, который будет тянуть на дно все сильнее и сильнее, поэтому прежде чем вступать в бизнес в любой независимости, да, то есть это будет оффлайн бизнес или онлайн, необходимо, конечно же, запастись финансами, на которые можно будет в последующем рассчитывать. Ну что, опять смена локации, в завершении я хотела бы сказать о том, что команда, да, команда — это наш бизнес, от этого зависит очень многое, предприниматель не может работать самостоятельно, в сутках всего лишь 24 часа, и на этом моменте я, конечно, хотела бы поблагодарить от всей души ту команду, которая сформировалась на данном этапе моей жизни, на данном этапе ведения моего бизнеса. У меня замечательная команда, мы отлично справляемся, закрываем абсолютно все задачи вовремя, и это, конечно, все приходится временем. Самое главное — начать сформировать эту команду и не пытаться хвататься за все сразу самому, потому что на опыте я вижу, что многие предприниматели, они просто начинают делать все самостоятельно. Вот, предположим, у меня есть образование юриста, бухгалтера, парейхмахера, маркетолога, при этом я не стараюсь в одном лице, да, удовлетворить все эти потребности своей компании самостоятельно. Конечно, нужно привлекать специалистов, которые должны соответствовать определенным критериям, конечно, быть в первую очередь профессионалами в своей сфере, ну и другими личными человеческими качествами. Поэтому, друзья, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Здесь я рассказала о самых основных шагах к переходу в онлайн-бизнес. Презентация будет прилагаться к данному видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...